Своими глазами. Наверное, ко мне, к моим боксерам. И тут травля меня, моих спортсменов. Нелицеприятные рассказывания, обзывательства в адрес моих спортсменов. Неоднократно обращался к администрации спортивной школы, к руководству спортивной школы. Но, к сожалению, она ничем не может мне помочь. У нас уже сейчас такая ситуация, что у меня занимается около 100 человек детей. И администрацией спортшколы мне было дано указание перевести основное количество моих воспитанников, моих группы сюда, в зал бокса по улице Дещебал 13-я. Что я и сделал сразу же, как говорится, немедленно. В прошедшие нескольких месяцев никаких вроде бы проблем не было. Возник конфликт из тренеров, который сказал, что это его время. Я должен покинуть это время. Кто именно сказал? Заведующий базой Василий Борисович Гаврилович. Сказал, что это его время, хотя это не его время, это время другого тренера. Я сказал, что в это время тренировок с ним в зал пустует. Почему бы мне, тем более, указание администрации было дано, чтобы я перевел основное количество групп на тренировку. На это время, в этот зал. Ну что, у нас возник небольшой конфликт. Опять мы перешли на личности, на обзывание перешел. Я доложил об этом администрации. Администрация мне сказала, что так как у вас возник конфликт, мы, наверное, будем поработать по старому графику и все. Я говорю, вы же мне сами сказали перевести тренировки. А что администрация скажет? Ну, так, наверное, мы оставим пока. До осени. А осенью мы будем новое время разбираться и так далее. У меня поступали десятки звонков родителей. Они спрашивали, почему так? Нас бросают туда, сюда. Какое-то они родители чувствуют давление. Я это чувствую. И хотелось бы вот так, наверное, через масс-медиа, наверное, как-то задать вопрос администрации города, поднять этот вопрос. Почему такое вот отношение ко мне, к моим спортсменам, неоднократное? Почему администрация с Пружковой не может решить простой рядовой вопрос, перекидывать с места на место, с буквы А, с буквы Б. Зал пустует. Кто-то хочет работать. Кто-то хочет работать и приходит на работу. Кто-то вообще в зале не появляется. Нету заполняемости групп, нету спортсменов, нету боксеров в данном случае. И поступает мой адрес, человек, который уже почти 25 лет в боксе, поступают такие реплики. Сколько ты лет в боксе? Кого я воспитал, создал? Как бы хочу в общественности, администрации города донести такое сведение, что для города я воспитал 42 чемпиона страны по различным возрастным категориям. От детей до взрослых. 7 мастеров спорта. 6 призеров и чемпионов Европы. Так это как бы, между прочим, для тех людей, которые задают такие вопросы, наверное. Провожу турнир, большой международный турнир в памяти своего тренера. Провожу десятки рядовых простых турниров. Кто-то этого не делает, не хочет делать. И после этого я еще в свой адрес принимаю такие выражения, что я не полноценный тренер, и что я создал для бокса. Хотелось бы, чтобы администрация как-то посадили сюда. Я объяснила мне, детям вот этим всем, и еще раз говорю, около 100 человек у меня занимается детям, ну и, наверное, родителям, что происходит у нас так. Потому что я стою на пороге такого решения, или работать где-то дальше, арендовать зал, вместо того, чтобы мне государство платило, я должен буду арендовать зал за свои деньги и уходить из-за школы. Я стою на пороге. Или работать дальше, потому что я уже устал от такого давления, этого, скажем так, гнета. Мне что, драться? Я не должен быть, с кем-то должен драться или что? Чтобы доказывать свою правоту, кто сильнее, тот и прав. Хотели бы задать вопрос администрации. Мы, это родители нашей младшей группы. В чем заключается здоровье нации? Здоровье нации, наверное, заключается в том, чтобы наши маленькие детки занимались спортом. Не сидели в гаджетах, не ходили, не ослонялись по улице. Почему? Вот этих маленьких деток, вот посмотрите на этих маленьких деток, их учимляют, хотят закрыть группу. На каком основании? Потому что тренер хороший, потому что они его любят. Только поэтому нужно идти навстречу, нужно договариваться, нужно сесть за стол и подумать, как решить проблему. Но нельзя ставить маленького ребенка и уже готового боксера в одну группу. Как нам быть? Кому нам идти? Кому нам писать? Или нам надо воевать, 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 воевать? В других странах приветствуются, спонсоров находят, чтобы только дети ушли от гаджетов. У нас же нет. Дети любят тренера, дети ходят к тренеру, дети его обожают, потому что он им как отец. У меня нет у сына отца, но мой сын его любит. Да безумие. Я не думаю, что здесь есть хоть один ребенок в нашей группе, которого просто был бы плохо настроен на тренера. Честно, вот просто не хватает нервов и слов, эмоций. Надо как-то решить этот вопрос, и очень временно, потому что дети, если они пропустят одну-две тренировки, пока наши будут думать, советы, они потом уже теряют много времени. Тренер показал результат. Дети не хотят уходить от него, дети не хотят другие секции. Нельзя закрывать эту секцию. Нужно идти на встречу молодежи. Исните, по какой причине сейчас были соревнования у Скорохода, наши дети не участвовали, препятствия в других соревнованиях, то есть в других школах. Я не понимаю, как вообще спорт вне политики, и при чем здесь наши дети. Просто, ну, маразм, то, что просто закрывают детей. Это больше нет проблем, которые нужно решать. Это нужно... Самое главное, я считаю, это наши дети. Если что-то, их урезать, запрещать. Допустим, вот, ну как, я считаю, все тренера хорошие, все прекрасные, но Игорь Валерьевич, он по статистике, он самый результативный тренер у нас в городе, в Молдавии. И я просто вечернюю группу почему тоже предпочитаю, потому что многие дети маленькие, они зависят от родителей еще. И мы не можем приходить, допустим, когда нам скажут, должно государство подстраиваться под детей, а не дети под государство, потому что это наше будущее. И, допустим, я в пользу Игоря Валерьевича что хочу сказать. Мой ребенок, он иногда меня так не слушается, как Игоря Валерьевича. Я говорю, Саша, у нас есть школа бокса прямо рядом с домом. Я говорю, давай, тебе нравится бокс, давай, мне проще будет тебя приводить. И на что мой ребенок категорически отказывается. Он говорит, я Игоря Валерьевича ни на кого не променяю. Поэтому это маразм. Если государство примет решение закрыть группу детей, у нас и так в городе, в стране, я бы сказал, нечем заняться. И поощрение, лоботрясничество, я не знаю, есть такое слово или нет, поощрение вот такого и закрытия секции, которое развивает в детях дисциплину, которое развивает характер, которое делает, так сказать, из маленького ребенка мужчину и закрывать из-за каких-то непонятных вообще, ну, у меня в голове не укладывается, из-за непонятных вещей. Вот что может сподвигнуть наше государство, правительство, директоры. Я не знаю, честно, я не сильно в них в проблему, которая здесь произошла. Просто для меня это очень странно, что это можно вообще обдумывать такой вопрос, чтобы, ну, детей, ну, это дети, их можно и на улицу. Родители что-то придумают. Нет. Государство в первую очередь должно думать о детях, потому что дети это наше будущее. Если мы начнем экономить на детях, мы будем урезать их в чем-то. государство и так идет в никуда. Но с такими моментами мы уйдем вообще в другую сторону. Поэтому я считаю, что это даже обсуждать не нужно. Это не нужен был сбор людей, чтобы понять, что этого делать не надо. Это, я считаю, это мнение каждого здесь, кто здесь присутствует. Это просто маразм. Заслуженный тренер Молдавии должен оправдываться и просить кого-то, чтобы дети, которые его любят, чтобы остались тренироваться дальше. Я считаю, это маразм. Поэтому думайте сами. Я думаю, что если будет какое-то негативное решение по отношению к этим детям, я думаю, это будет какой-то резонанс в городе. Поэтому это наше мнение. Я считаю. Добрый день. Я являюсь супругой покойного, почетного гражданина города Бельцы, заслуженного тренера Вячеслава Симака. Я нахожусь сейчас в спортшколе. Я пришла поддержать тренера Игоря Чернякова, который является воспитанником моего супруга. В частности, тренер нашего сына, который ходит заниматься в секцию бокса. И я пришла попросить категорически прям настойчиво попросить не снимать это время, потому что мы рядом живем, и это очень удобно. И в частности, мой супруг сделал очень большой вклад в этот вид спорта, в развитие этого спорта. Поэтому просьба оставить эту группу, оставить это время за нами. Ваши администрации спорта у нас вопрос возник на течение нескольких месяцев, трех месяцев. Еще раз вопрос, вот родители, дети, что мне делать с этим? А что ты с ним должен делать? Что мне делать? Как что делать? Тренировать? Тренировать? Как где? Тебе что, нет времени? Вы запретили мне? Я тебя запрещал тренировать? Да, прошу, что? Я тебя запретил, ты не тренируешь? Ну, растетались в мое время. Было мое время. Ты меня не оповестили, что ты в это время зашел. Но сказала мне не приводить детей на это время. Я могу запретить Я не имею тех полномочий тебя запрещать. Не надо мне вторник. Что вы решаете в этом зале, что вы здесь начали. Ну, а я могу тебя запретить, я помню, нет расписания. О чем ты говоришь? Ты входишь в заблуждение, дамануешь. Только что во вторник не могу Как вы историк, говорил, о чем ты говоришь? Я могу запретить в этом зале запретить. Есть определенные часы, согласно расписанию. Я спокоен, да. он ныне на так вот он красиво, мудруно. Он утрирует. Не все в этом зале. Давайте скажем, да, он обман. Почему дети не могут ренерваться? Кто сказал, что не можно? Чего вы это взяли? Вы рекомендуете ренерваться? Директор спортшколы сегодня. Как я не директор не могу. Вы мне сказали что я тебе сказал, не могу ренерваться. Что ты говорите это мое время. Нет, мы конкретно говорили за время 6.15. Когда мы с тобой согласовали не так давно, что это мое время. Вчера я говорил к другим. Я тебе разрешил. Подожди, сто. Где Максимчук? Он где-то здесь. Надо прийти. А ну позови Максимчук. Почему я должен моих детей гонять? Вчера буквально сказал Максимчук я ему сказал или тебе это время или что я тебе рассказал я работаю на время на везде за 6.15. За это время что это? За это время я спросил ты меня спрашивал за него можно на это время зайти? Я спрашивал на четверг на мое время я спросил я спросил это черенков было такое? Что просил? На это время вторник четверг он не был ответ будет работать в собор сможете вместе работать работайте вместе это я тебе вчера сказал вчера буквально сегодня я работаю в это время Игорь сказал что хочет ты сказал что я с Игорем нормально работал что пошел откуда я знаю мы позвонили и дали что дали вопрос вас с начальником деления это ей решать и мне я не могу у меня эти полу очень нету ты понимаешь он меня спросил что во вторник у нас было не согласован потому что в начале согласно расписанию с начала года это было мое время ты зашел мы тебе разрешили да было что ты зашел на мое время у тебя ж было не администрация спортивной школы не обязала меня перевести мои группы сюда правильно администрация но за мной не согласовал ты говоришь ну хотя бы спроси меня администрация должна говорить а сейчас какие вопросы ко мне так же администрацию тебе выбили что ты говоришь что ты несешь я в этом зале главный я здесь решаю разберемся мы я хочу чтобы дети занимались вот у вас же есть ребенка давайте вы не перебивайте вы бы своего ребенка боевали И когда препятствий много, и родители сейчас собрались не потому, что кто-то с кем-то воюет, давайте выслушайте, пожалуйста, мужчина, я не знаю, как вас зовут, Василий, я думаю, что такие взрослые дяди могут сесть за стол и красиво расписать ее время. И маленьких детей, которые после школы идут на второй урок, третий, и потом идут на шесть часов, пойти навстречу этой младшей группе. Да, но у нас тринадцатый урок, тринадцать, нам надо тоже как-то один, так у нас у всех маленькие. Так надо как-то решить. Вот и надо, и надо решить. То, что ему сегодня первый раз вышло, от него, ну хорошо, я растерялась. Вы так сильно нажимаете, я уже теперь понимаю, почему. Да вы на меня сейчас слышите. Я говорю, что я первый раз слышу вообще, что ему запретили. Давайте просто взятите, взятите красиво и решите реально вопрос по шести часовой группе. У вас в шесть вечера, пусть заниматься абсолютно? У меня, ваше занимается пол-четвертого у нас, где есть? Пол-четвертого всем ваше? Вы занимаетесь, да? Каскар не решается вопрос? Нет, это решается вопрос с 19, сегодня тех. Я этот вопрос не решаю, я всегда условно могу только согласовать с ним, вот как вы вчера поговорили. Сможете вместе тренироваться, пожалуйста, в это время. Согласу, снова вопрос и решает исполняющий директор. Сейчас мы идем в субботу по 4 часа, у вас в субботу как-то идите на субботу. А у меня какие вопросы? Придите, вот ко мне вопрос. Я не рекомендую. Не господите, или директор. Я какой мне отношения? Я не даю. Это концовка, с 6 часами, какая концовка, результат. А, результат, не надо менять вопросов. Вопросы Кириле Викторовне. Я вам разрешил. Все, но у меня нету полномочий. Давайте или не давайте. Нет. Значит, она сказала, что вопросов нет. Я теперь непосредственно нечаясь с ним, здесь знала. Вот сегодня я с ним взговариваю, полчаса назад. Она так сказала, что непосредственно вопрос решает и с вами. У вас концуется интересов, вы переходите на другое время. Она вначале перекидывает до старного времени, потом на другое. Я наполняю. Идем. Можем мы разберемся сами? Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...